Как сделать липкое меню в Elementor на WordPress? При прокрутке меню появляется и всегда остается видимым перед глазами ваших потенциальных клиентов. Итак, мы с вами подобрались к липкому меню. Чтобы организовать такое меню, нам потребуется специальный плагин. Перейдем в админку нашего сайта, перейдем в плагины. Кстати, на момент записи урока Elementor у нас обновился до версии 2.7.1. Если интересно, можете посмотреть здесь обновления, они на английском языке. Fix это исправление. Показано, какие сделали они исправления. Я прямо сейчас нажму установить обновление. Поставим с вами актуальную версию. Итак, мой Elementor обновился, теперь переходим к поиску плагина MyStickyMenu. Он так и называется. Нажимаем добавить новый. Если у вас возникают вот такие вот подсказки от разных плагинов, которые вы используете, можете просто по крестику вот так вот и закрыть, чтобы они вам не мешали. В поле поиска плагинов вбейте, как я вот написал, MyStickyMenu. Он единственный в своем роде. Давайте с вами его установим. Нажмем установить. Далее активировать. Нас сразу с вами перебрасывает в настройки данного плагина. Сразу обращаем внимание. Вот видите липкий класс. И здесь стоит точка на в бар. Можете просто его вот так скопировать отсюда. Нам нужно назначить необходимый класс тому элементу, который будет прилипать. Далее мы с вами переходим в страницы. Переходим в режим редактирования нашей страницы через Elementor. Так как нам нужно, чтобы наша шапка полностью прилипала, так как я показывал вам на своем примере, нам нужно кликнуть по настройкам общей секции. Вот сюда вот я кликаю, чтобы увидеть на настройки. Далее мы с вами переходим в расширенные. И вот где у нас написано CSS класс, в это поле мы проставляем только что скопированный вот этот навбар слова. Только точку уберите в начале, если вы тоже скопировали. Нажимаем обновить. Идем. Кликаем по предпросмотру. Начинаем с вами прокручивать. И нас уже все работает. Нас осталось только поработать с настройками данного плагина. Какие изначально у нас заданы параметры? Посмотрите, при наведении наша шапка появляется, но она чуть прозрачная. Это даже прикольно. Можно так оставить, но только прозрачность у нас она не белая, а какая-то такая блеклая. На этом фоне у нас меню тоже видно. Поэтому если прозрачность не нужна, покажу сейчас где убрать или хотя бы сделать ее просто белой. И также можно сделать задержку, чтобы она не сразу появлялась. Например, у меня это сделано, видите, чуть позже. И она у меня белая, прозрачная, но белая. Поэтому мы с вами переходим в консоль. Плагин у нас находится настройки, мастики, меню. И сразу смотрим вот сюда в правую часть. Во-первых, эффект затухания или скольжения. Фед или слайд. Фед это проявление, слайд, ну, скольжение так и есть. Я выбираю скольжение, мне кажется, это поинтереснее. И сделать, видимо, при прокрутке. Смотрите, стоит 0 пикселей. То есть от верха браузера. Поставьте 500. И липкий цвет меню. Вот тут как раз таки я выбираю белый. Липкая непрозрачность. Чуть-чуть прозрачность. Хотите прозрачность убрать? Вот за этот ползунок потяните, сделайте 100. Чтобы она вообще была непрозрачной. В самом низу есть кнопка Save. Сохранить настройки. Сохраняем. Идем на сайт. Обновляем. Прокручиваем. Оно появляется чуть позже. Вот, давайте я буду медленно прокручивать. Оно белое и оно непрозрачное. Если чуть-чуть хотите добавить прозрачности, в принципе, 90, это достаточно смотрится симпатично. То есть прям за ползунок зацепляете левой кнопкой мыши и двигаете, например, обратно до 90. Save. Вот так вот просто у нас с вами все настраивается. Вот, достаточно смотрится интересно. И наши пункты прокручивают также без проблем. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете перейти к просмотру следующего видео, где я покажу, как установить и настроить контактную форму, с помощью которой вы будете собирать заявки с вашего сайта.